Видьма, летящая на метле, крепкий такой фольклорный архетип. Так вот, оказывается, неотъемлемой частью этого образа всегда являлась летучая глянная мазь. Стоит учитывать, что концепция этого средства была представлена возмущенной общественности в самый разгар охоты на видео. Поэтому источники пестрят сомнительными идеями. Моя любимая спорная гипотеза относительно летательных мазей. В состав этого вещества входили натуральные глянные соединения, наносящиеся на слизистую галища при помощи ручки метлы. А я, как обычно, напоминаю тебе на меня подписаться. Я рассказываю самые интересные истории из истории и культуры. Использование ведьмами летучих мазей было описано богословами в середине 15 века, как один из аргументов, подтверждающих существование ведьминских шабашей. Так, в 1777 году девушка по имени Антуан Рос, более известная как Савойская ведьма, призналась в регулярных свиданиях с дьяволом. Он был человеком с хриплым голосом. Я целовала его ноги и отреклась от христианской веры. Затем дьявол дал мне палку длиной около 18 дюймов и баночку с мазью. Я покрывала палку мазью, садилась на нее верхом и взлетала. А в 1324 году в процессе над Элис Китилер, предпринимательницей-аристократкой, которую собственные пасынки обвинили в колдовстве и индии сатаной, всплыли занимательные подробности. Типа при обыске туалетного столика женщины был обнаружен бутылек с подозрительной мазью, обмазавшись которой Элис смогла проходить через воду и огонь. Удивительно, но в случае с Китилер все закончилось вполне себе неплохо. Ее таки обвинили в ведьмовстве, приговорили к спите, но смекалистая женщина успела сбежать из страны, так что приговоры не успели исполнить. Использование летучей мази также упоминается в печально известном молоте ведьм. Между священнослужительными и другими знатоками магии обсуждался вопрос, а могли ли в принципе ведьмы физически пребывать на шабаше? Или ночные полеты можно объяснить наваждением, посланным в умы ведьм самим дьяволом? Ну или же по ночам души нечестивец покидают тела, чтобы если не физически, то морально присутствовать на проклятых собраниях. Но все-таки небольшие основания для существования волшебных мазей есть. Как минимум потому, что использование галлюзионных растений в шаманских практиках восходит к доисторическим временам. Да и в той же Европе было всегда довольно просто найти ряд трав с приколом. Реальные ядовитые растения и другие гадости, якобы входившие в состав колдунских мазей, я здесь перечислять не буду, но самые любознательные могут найти информацию у меня в тексте. Что интересно, к списку ведьминских трав относили даже петрушку. Из-за того, что до момента прорастания семечка растения довольно долго лежит в земле. Среди исторических огородников ходила байка, что петрушка 9 раз сходит к дьяволу и обратно для того, чтобы вырасти. Поэтому, чтобы обезопасить себя, фермеры в некоторых регионах Британии сеяли петрушку только под колокольный звон или в страстную пятницу. Как только мазь будет приготовлена, ее эффект начнет проявляться. В книге ядов Густава Шенка описан этот опыт. Каждая часть моего тела, казалось, жила сама по себе. Меня охватил страх, что я разваливаюсь на части. В то же время я испытал опьяняющее ощущение полета. Я парил там, где кружились мои нации. Облака, продающие небеса, стадо зверей и реки из расплавленного металла. В общем, очень теоретически мог существовать состав, позволяющий испытать чувство полета. Даже если так, стоит помнить, что вся эта эстетика охоты на ведьм глубоко пропитана женоненавистническим ахизмом. А значит, относитесь к информации со здоровой долей скептицизма.